В век керамики, стекла, пластика и металла хозяйки с удовольствием покупают деревянную посуду, и на это есть причина. Это экологичность древесины, ее бактерицидные свойства. Она придает тонкий аромат пищи, сохраняет температуру, но не дает обжечься. Такая посуда не бьется, она прочная и долговечная, стоит недорого. Ее украшают резьбой и росписью, ценится простота и естественность ее дизайна. Из дерева делают самую разнообразную посуду. Одно блюдо может иметь разный вкус в зависимости от породы дерева. Для производства посуды применяют осину, березу, можжевельник, лиственницу, липу, кедр, бамбук и гивею. Для начала бизнеса по производству деревянной посуды необходимо найти качественного поставщика. Стоит деревянное сырье в зависимости от породы. Так брус, лиственница и сосны обойдется в 200 долларов за метр квадратный, еле и березы в 100, кедра от 200. Для производства посуды потребуется просторная комната или гараж, поэтому изготовление деревянной посуды можно назвать бизнесом в гараже. Из оборудования и инструментов потребуется токарный станок, резцы, рубанок, стамеска, ножовка, лобзик и пила, шлифовальные шкурки. Все вместе обойдется в 670 долларов. Готовую посуду покрывают пищевым лаком. Рентабельность бизнеса составит 200%. Заработок зависит от объемов производства и каналов сбыта. Продавать посуду можно с помощью интернет-магазина. Создание сайта обойдется в 400 долларов. Можно предлагать посуду магазинам товаров для дома или сувенирным лавкам. В рекламе деревянной посуды следует делать акцент, кроме практичности и экологичности, на ее влиянии на пищу. Так для маринованных грибов нужна посуда из осины. Картошка и салат будут вкуснее в фойной посуде. Любой напиток станет приятнее в рюмках из липы. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok